Уже на лодке у нас круиз. Мне прогулка очень и очень понравилась. У меня ощущение такое, что как будто на Аляске побывал. Волшебные калитки спорылись копченой и спорыли кусочками. Это определенно того стоит, потому что это грандиозно. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, друзья. Продолжаем наше путешествие по Карелии. Точнее, наша карельская часть путешествия. Потому что путешествие у нас по двум регионам. Получается по Ленинградской области и по Республике Карелия. Сейчас с утра я жду капитана, который повезет меня по ладожским шхерам. Причем первый капитан сломался. Такое бывает у капитанов воскресным утром. Сейчас вот жду второго капитана. Должен прибыть с минуты на минуту буквально. Пока он прибывает. Пару слов о домике. Домик максимально скромный. Но это, кстати, к разговорам. Тут некоторые писали, что мы там типа любим суперлюкс. Нет, мы не только суперлюкс любим. Мы пробуем всякие разные вещи. Я давно, конечно, не был на такой турбазе. И думаю, в общем и целом абсолютно нормально. Конечно, матрасик такой не очень. Но базовое все удобство есть. И в конце концов тут главная природа. Ну, природа тут есть. Потому что прямо тут берег реки Янис-Йоки. И эта река прямо впадает в Ладогу. Ну, и напротив очаровательная гора. Как же она? Hidden Worry. Да. И если, кстати говоря, на нее забраться, то тоже вида открывается прекрасно. Я не знаю, успею ли я теперь со смены капитанова туда забраться. Но красиво. Красиво. И несмотря на то, что обещали дождик, похоже, сегодня опять повезло. Редактор субтитров А.Семкин Итак, друзья, мы уже на лодке. У нас круиз. Первое архитектурное сооружение, с которым меня познакомил любезно капитан Андрей, это старый финский маяк. Ну, обычно маяки побольше, но здесь вот они такие небольшие. Их тут несколько. И сейчас они не работают, к сожалению. Как они работали, тоже непонятно. Но конструкция довольно добротная. Вот там напротив старый финский лесопильный завод. И мы сейчас еще в каменоломню, да, поедем? Да, мраморная каменоломня, она вот там тоже на острове. Это тоже интересно. Ну, как я уже вчера говорил, Карелия богата мрамором, гранитом. Здесь много чего добывается. И это мы видели в музее горы Филина. Ну, вообще, конечно, все очень фактурно. Кстати, глубина здесь 40 метров. Это вот к разговору о подводных лодках. Потому что, ну, действительно, им было где здесь ходить. Ну, и вот это, этими маяками, кстати, обозначен старый фарватер. Поэтому фарватеру кто ходил? Ну, собственно, транспортное сообщение. То есть, этот лес и этот мрамор нужно было как-то возить. Видимо, учитывая местные ландшафты, по озеру было удобнее. Друзья, это единственный мраморный остров, оказывается, здесь. Все остальные гранитные. Мрамор там добывали такой серо-белый, очень красивый. Ну, наверняка, с чем-то подобным и сталкивались. Да, предложили забрать кусочек. Я отказался. Лучше потом приехать еще раз. Ну, а сейчас мы едем в гости к Николаю Рериху. Если помните, когда мы были в Извари, я рассказывал о том, что он уехал сюда на лечение, в Карелию. И здесь был вынужден остаться после революции. Ну, и, соответственно, больше в Россию уже не вернулся, к сожалению. Но вот здесь вот он как раз и проживал, лечился и был в гостях у Густава Винтера. Ну, возможно, конечно, он и консультировал его по вопросам здоровья. Об этом мне неизвестно. В общем, сейчас посмотрим, где он проводил время. Итак, друзья, прямо на берегу стоит табличка, где написано, что здесь жил и работал Николай Рерих. Кстати, табличка сделана из того же самого мрамора. И там, помимо слов, еще и вот этот значок. Знамя стяга мира с тремя точками тоже есть. Единственное, что он немножко так, видимо, стерся. Ну, когда-нибудь обновят. Ну, в общем, это тоже такой довольно плодотворный для Рериха был период жизни здесь, потому что, насколько я помню, он написал здесь порядка двухсот картин. И вот это такой у него был карельский период. Но вообще он, конечно, умница и молодец, потому что произведений у него великое множество. И я об этом рассказывал как раз в том самом эпизоде из его усадьбы вызвали. Поэтому посмотрите обязательно. Примечательная личность, многогранная и очень интересная. Да, сам дом находился, кстати говоря, там в глубине в четырех километрах. То есть, в принципе, туда можно дойти, но сложно. И четыре это только туда, а потом четыре обратно. А у нас большая программа. Друзья, практически все острова были населены финнами. И на многих, даже у берега, видны фундаменты. Причем вот там увидели такой достаточно крупный фундамент. А на противоположном острове была церковь. И там тоже он есть, но немножко в глубине. Ну и, конечно, меня поразило вот это вот останки корабля. Причем довольно крупный корабль потерпел крушение здесь. Ну, видимо, достаточно давно, потому что он практически полностью сгнил. Непонятно, что он в это узкое место полез. А может, его просто швырнуло. А вообще, финны, конечно, здесь занимались и земледелием. Выращивали пшеницу. Здесь видно поля. Ловили лосося в местных ручьях. Говорят, прямо у дома можно было его ловить. И никуда особенно ходить не нужно было. Ну, так что, в общем, был такой незамысловатый финский быт. Ну, и понятно, что тогда не было моторов. И все сообщения было на веслу. На парусах, интересно, ходили? Наверное, ходили. Было выдумано уже до того времени. Ну, в общем, возможно, и на бросах. Но нам об этом неизвестно. Скорее всего, на веслу. На веслу, на веслу, на веслу. Да. Вот. Погодка, судя по всему, немножко портится. Тут такое прямо светопредставление интересное. Или светопредставление. Потому что там еще белые облака и голубое небо. А справа уже суровое серое. Вот. Так что нам нужно еще успеть вернуться. Друзья, убегаем мы от дождя. Вышли уже практически в открытую ладогу. Там даже видны острова архипелага Валаам. Вот там четыре маленьких и один большой. Где-то вот как раз на стыке голубого неба и серого. Ну, а с этой стороны так затягивает уже покрепче. И вот сейчас проезжали мимо. Такой остров очень специфичного цвета. 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 Называется железный. Порода содержит очень много железа. Поэтому он такой куро, такого рыжего цвета. Очень интересный. Ну и вообще все эти острова, они очень вытянутые, длинные. Потому что мы шли вот и с правой стороны это все продолжался. Тот самый остров, на котором жил Рерих. То есть, казалось бы, как можно на острове там 4 километра пройти. А потому что он длинный. Поэтому можно. А вот здесь был причал для больших пассажирских судов. Многопаловных. Ну, такие туристические ходили раньше. Их было действительно очень много. Но, к сожалению, туризм у нас подупал местный. Ну и причал тоже подупал. Но местные жители пытаются как-то все возродить. Потому что строят, восстанавливают какие-то домики на этих островах. И используют их для отдыха, для пикников. Можно приехать и даже воспользоваться. Но для этого нужно иметь местные связи. Да? Да. А вот здесь выращивают настоящую карельскую форель. Она действительно очень вкусная и очень ароматная. Может быть, из-за того, что разводится она прямо вот в Ладоге. То есть, в открытой воде, а не в каких-то там бассейнах бетонных. Ну, вообще, конечно, очень классно. Мне прогулка очень и очень понравилась. Ну что, друзья. Немножко все-таки под дождик мы попали. Но это того стоило. Это действительно незабываемая получилась прогулка. Сейчас я начинаю уже движение в обратную сторону. Но по восточному берегу Ладожского озера. Через Ланец. Через Свирь. Ну и дальше уже по Мурманскому шоссе. Точнее, по шоссе Кола. Вот такой вот у меня план на сегодня. Достаточно обширный, надо сказать. Поэтому буду все успевать. Ну и, как я уже не раз говорил, дождичек, хорошие дороги. Так что, начинаем двигаться домой. Как я уже сказал, традиционные калитки делались с крупой. Ну, сейчас довольно популярны еще с картошкой. Но вот здесь, в этом месте, готовят совершенно волшебные калитки. Спарыли с копченой и спарыли кусочками. Вот, я вот решил даже с собой взять. Потому что не разобрался, что вкуснее. В общем, оставлю ссылку в описании. Если будете здесь, обязательно заезжайте. Потому что, ну, действительно, очень и очень вкусно. Конечно, это не Deezus Fish. Но это совершенно другое. И это не менее прекрасно. Считается, что водопад Белые мосты наименее редко. Редко посещаемый. И это, в общем, неудивительно. Потому что, конечно, добраться сюда – это целый челлендж. Сначала вы едете по грунтовой дороге, более-менее нормальной. Потом вы едете по очень плохой дороге. А потом вы едете по бездорожью. Ну, вот я последние 260 метров даже не решился ехать. Потому что можно было сесть. И тогда это было бы как в том анекдоте. Чем крути джип, тем дальше идти за трактором. Но это определенно того стоит. Потому что это грандиозно. То есть, по сравнению с русскиальскими, это просто фантастика. Это действительно мощь. И ее слышно за 300 метров отсюда уже. Это падение воды. И, блин, ну это реально классно. И называется «Белые мосты», кстати. Потому что здесь через них строили белые мосты. Из белого камня, точнее. Во сколько рукавов два. Поэтому белые мосты, а не белый мост. Ну, ко второму я не знаю. Сейчас, может быть, еще схожу. Но впечатления просто обалденные. Единственное, конечно, то, что нужно выбирать погодку. По суше тогда можно и на легковой машине проехать. Но здесь есть отважные ребята, которые даже сюда вот прямо умудрились подъехать на нашей «Ладе-восьмерке». Вот что значит надежность отечественного автопрома. Здесь очень классно. Очень классно. Ну, кстати, второй водопад, он ничем не хуже. Он, в общем-то, похоже, что и не меньше. Единственное, что к нему доступ только сверху. Соответственно, ну, не такой эффектный, может быть, вид. Потому что все-таки водопады лучше всего смотрятся снизу. Тогда понятна их мощность, играция. Здесь не совсем понятно. Но, в принципе, у меня ощущение такое, что как будто на Аляске побывал. Ну, по крайней мере, мне так кажется, что она должна выглядеть именно таким образом. Я не был на Аляске, если что. Так что, в общем, друзья, если хотите русскую Аляску, ну, или посмотреть, как это может быть, и представить, что она именно такая, то, конечно, сюда стоит заехать. Несмотря на то, что добираться очень и очень неудобно. Ну, и вообще, что касается наших природных красот, всегда проблема только в одном – это инфраструктура. С другой стороны, когда эта инфраструктура создается, как в горном парке Русский Алла, то, опять же, теряется шарм. Вот где найти этот баланс? Напишите, если есть идеи. Дорога вдоль восточного побережья Ладожского озера, надо сказать, не супер. Но ее реконструируют местами, она уже ничего. Местами едешь по стройке, местами, конечно, покрытие отвратительное. Но пейзажи, конечно, потрясающие. Все это очень красиво, и, в общем, оно того стоит. Ну, и, конечно, то, что дорога идет вдоль Ладожского озера, позволяет еще иногда останавливаться и полюбоваться на него, ну, практически в нетронутом виде. Потому что здесь, конечно, присутствие людей минимальное, особенно между населенными пунктами. И выглядит все это, конечно, очень дико и очень вдохновляюще. Вот, поэтому, несмотря на сложности с покрытием дороги, я не жалею, что выбрал именно этот путь. Ну, а какой я еще мог выбрать, если я обещал, что проеду вокруг озера? Кстати, там, по-моему, какой-то хищник парит. Орел, наверное, или ястреб. Ну, и последняя точка, которую я хотел посетить, это Александр Свирский. Монастырь. Это уже Ленинградская область, из Карелии мы выехали. И этот монастырь здесь был образован Александром Свирским в конце 15 века. Он был священником, 25 лет провел в заточении, вел суровую жизнь. И он является единственным русским святым, которому явилась Святая Троица. После смерти его мощи здесь сохранили, а вот уже большевики хотели их уничтожить. Ну, тем самым дискредитировав церковь. Но не смогли, не получилось. Их долго прятали, потом их долго искали. В итоге нашли и вернули. Была целая история. Состоит этот монастырь из двух частей. Это вот сейчас Преображенская часть. И там напротив Троицкая. Троицкая для посещений закрыта. В советское время, естественно, здесь что только не вытворяли. Здесь был и свирлак. То есть свирский лагерь, который входил в систему ГУЛАГ. После войны, с 1953 года, аж по 2009, здесь была психиатрическая больница. Ну и там какое-то короткое время, тоже в советский период, здесь был даже техникум. Ну, сейчас здесь довольно мило. Помимо монастыря, и, надо сказать, довольно симпатичного храма, ну, к сожалению, внутри снимать нельзя. Так что придется вам сюда приехать, посмотреть. Либо поверить мне на слово. Здесь еще, естественно, есть трапезная. Куда обязательно нужно зайти? Потому что это очень вкусно всегда, монастырская еда. И, конечно, есть святой источник. Что если будут какие-то емкости с собой, то наполняйте святой водой. И будет вам счастье. На этом наш гранд-тур вокруг Ладоги за два дня подходит к концу. У меня получится в итоге около тысячи километров. Две абсолютно промокших куртки. Десять съеденных калиток. Один потерянный дрон, один найденный дрон. Ну и, конечно, море впечатлений. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайки. Если какие-то вопросы есть, или, может быть, у вас есть какие-то секретные места вокруг Ладоги, то напишите в комментариях. Отправляйтесь в путешествие. Ну и поделитесь с друзьями, чтобы они тоже могли отправиться в путешествие. найти для себя какие-нибудь интересные локации. Надеюсь, что таковые были. Мне кажется, что точно были. Потому что, конечно, такой очень широкий спектр впечатлений получился. И архитектура, и какие-то природные активности. И на лодке покатался. В общем, ладно, не буду пересказывать все. Если будет интересно, можете перемотать и еще раз пересмотреть. Особенно острые моменты. Не забывайте делиться. Помогайте нашему каналу развиваться. Мы тогда будем чаще ездить в увлекательные путешествия. Спасибо. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok